Физкульт привет, друзья! Надеюсь, что у вас отличное спортивное настроение. Ну а даже если что-то не так, есть отличный способ это исправить. Нужно всего лишь выйти на лед, взять огромный камень и попробовать покатать его по льду. Думаете, я шучу? Нисколько. На самом деле, в самом начале мне это занятие тоже показалось странным. Но это не так. Древние шотландцы именно так и поступали. Гоняли огромный булыжник по льду. А потом это занятие превратилось в замечательный вид спорта – керлинг. Ну что, познакомимся с ним поближе? На старт, друзья! С керлингом мы познакомились недавно, всего-навсего в 1998 году. Впервые керлинг появился на зимних Олимпийских играх и был заявлен как олимпийский вид спорта. Но на самом деле возраст керлинга может поспорить даже с футболом. Вы только представьте себе, что первые упоминания о керлинге относятся к 1511 году. Это почти пять столетий назад. Легенды рассказывают, что первыми спортсменами-керлерами были шотландские ткачи. После трудного рабочего дня им хотелось как-то развлечься. Тогда они брали большие камни, обломки шотландских скал, которые служили грузами в ткацких станках, и гоняли их по льду. Ха, Джонни, да ты только прислушайся. Этот булыжник с нами разговаривает. Пойду с таким звуком катится, будто ворчит. Ага, словно что-то сказать нам хочет. Да, забавную игру мы с тобой придумали, дружище. Как назовем-то ее? Эту забаву с камнем назвали керлинг. Почему именно так, не знает никто. Некоторым кажется, что из-за вращения камня на льду. Ведь керл в переводе обозначает вращение завитом. А другим казалось, будто бормотание камня. Керл-керл. Так или иначе, но слово керлинг быстро закрепилось за этим занятием. А в наши дни, на дне высохшего озера в Шотландии, был найден отшлифованный камень, на котором были выбиты цифры 1511. Очевидно, что этот камень предназначался для игры. И по общему согласию, с этого момента начали отсчитывать историю керлинга. Ребята, почему вы выбрали именно керлинг? Не какой-то обычный рядовой вид спорта, а именно керлинг. Действительно, это необычно отличающийся абсолютно от всех вид спорта. То есть я сначала пришел смеяться, посмотреть, что это из себя представляет, ну и, как оказалось, это затягивает. Ну а я выбрала, потому что в этот спорт можно играть и летом, и зимой, потому что вкрытая площадка не то, что на коньках где-нибудь, то или на лыжах, где только вот на улице зимой. Я его выбрал, потому что он просто очень интересный и мне нравится. Просто решил хоть чем-нибудь заняться, интересно. Ребята, а как вы пришли в керлинг? Вас кто-то привел или вы как-то мимо проходили и зашли? Мои знакомые пришли на день рождения к моему отцу. Вот. Там все изрядно повеселились. Вот. И на следующий день меня пригласили сюда играть. Вот так вот. Мы пришли с сестрой, потому что наша двоюродная сестра здесь играет. И она говорила, что ей очень понравилось. Ну и мы решили тоже попробовать. Ну вот у меня здесь тоже играют дедушка с тетей на профессиональном уровне. Ну, принесли, притащили сюда меня. Спортсмены в этом виде спорта называют керлеры. А теперь давайте разберемся, что же делают на льду игроки. Зачем они так усиленно работают четкой. И какова основная цель этих укротителей каменной глыбы. А поскольку спорт этот новый и необычный, то буду рассказывать подробно. Начнем с игрового поля. Оно представляет собой длинную узкую полосу, длиной чуть больше 44 метров, на которой нанесена разметка. Главная часть разметки – большая круглая мишень, которая называется дом. Диаметр дома – 3,66 метра. Или в шотландских мерах длины – 12 футов. Зачем нужен дом, расскажем чуть позже. А пока мы узнаем, что представляет собой команда игроков. Приготовьтесь, будет много незнакомых слов. Керник – это национальная игра в Шотландии. В ней играют две команды. Команду составляет по 4 человека. Один по одному, чтобы основывались в команде. Играют по очереди. Сначала одна команда бросается, потом вторая. Капитана команды называют скип. Остальные три игрока – свиперы. У них тоже есть свои названия. Вице-скип – это заместитель капитана. Затем идут лид – первый игрок. И секонд – второй. Капитан, прежде всего, должен думать, решать, взвешивать все какие-то факты, которые рождаются во время игры. Должен быстро анализировать ситуацию, не должен просыпать какие-то ответственные моменты. Но, в принципе, вся умственная часть игры висит на нем. Так что это очень ответственно. Позиция первого номера, она очень интересна тем, что он приносит в дом самые нужные камни. Так как если он их не привезет, то команда будет уже отставать на пару камней. И это может закончиться тем, что команда проиграет. Место вице-скипа интересно тем, что мало того, что капитан думает о бросках, но ты ему тоже помогаешь в этом. И ему становится легче. Если вдруг первый номер, у него что-то там не получилось, второй номер помогает ему там, или если у соперников поставили в дом, то второй номер выбивает все это. У каждого игрока две попытки, чтобы запустить камень. Иногда его называют стоун. Один игрок отталкивается и по льду отпускает камень, а другие прокладывают ему дорожку. Задача каждой команды – доставить как можно больше своих камней в дом. Запускать нужно с тем расчетом, чтобы камни остановились в доме, причем как можно ближе к центру. А еще можно выбивать камни соперника. Как? Это зависит от стратегии игры каждой команды. Игра состоит из восьми или десяти эндов. Так в герлинге называют периоды игры. После того, как все камни запущены, судьи с помощью специальных приборов замеряют расстояние от центра дома до камней. Чей камень ближе, та команда и победила. Иногда все решают миллиметры. На первый взгляд все кажется очень сложным. Но как только вы начнете играть, сразу все становится понятно. Капитан команды из дома дает задачу, куда нужно запустить камень. Один игрок отталкивается и отправляет стон в дом. Камень катится по льду в нужное вам место. А игроки этому камню изо всех сил натирают дорожку. Такое натирание в герлинге называется свиппинг. Слово свипп означает тереть, с английского перевода. Ну, игроки натирают лед перед камнем. Если камень катится слабо, соответственно, нужно потереть, чтобы камень быстрее покатился. Ну, траектория камня не меняется, если тереться на лосте с одной стороны или с другой. Он не будет поворачивать ни влево, ни вправо. Только за счет ускорения. Например, если игру просто слабо, чем нужно, то нужно потереть, чтобы камень прикатился в ту зону, которая нужна. После такой тренировки помыть полы шваброй уже не проблема. Кстати, отличная идея. Теперь домашняя уборка – это не просто уборка, а еще и тренировка в керлинге. Берешь швабру и трешь два часа подряд. Примерно столько длится один турнир, состоящий из десяти эндов. Как и в любом виде спорта, в керлинге есть свое уникальное снаряжение. В принципе, камень гонять можно и в дворовой хоккейной коробке. Но чтобы достичь успехов в настоящем керлинге, нужно подробно изучить снаряжение керлера. Каждый спортсмен должен уметь обращаться с щеткой, которой натирают лед. Внешне она очень похожа на обычную швабру, но структура ее совсем другая. Например, рабочая ее часть вращается во всех плоскостях. И сделана она либо из синтетического материала, либо из конского волоса. Интересно, что в Европе играют именно такими щетками. А в Канаде, где очень любят керлинг, играют метелками. Если раскрутить щетку, то можно увидеть, что выглядит она как подушечка обычная. Внутри там поролон, твердый материал. И сверху синтетический материал, который разогревает лед. Соответственно, камни катятся быстрее. Когда мы треем образуется микроскопическая пленочка воды, и когда при соприкосновении камня с водой, камень начинает катиться быстрее. Конечно, керлерам для того, чтобы все 10 эндов комфортно играть, нужна специальная обувь. Ботинки у спортсменов разные. У профессионалов они со специальным тефлоновым покрытием. Ботинок, который сделан из кожи. И снизу резиновая подошва, чтобы она не скользила. Это нужно, когда мы трем, когда мы просто перемещаемся по льду, чтобы не падать. Нам нужно не скользить. Соответственно, резиновая подошва на них есть. Во время броска на одном из ботинков есть вот такая вот галоша, которая снимается, и появляется пластиковая поверхность, на которой мы скользим при выезде из колодки. Главный герой керлинга – это камень. Когда-то давно, в Шотландии, в 1511 году, такие камни делали из осколков скал. Но потом камень научились шлифовать. И получился вот такой вот камень, который мы видим сейчас. Камень весит 19 килограмм, 960 грамм. Сделан полностью из гранита. Внутренняя пустота – он цельный гранит. Ну, гранит непростой, он редкой породы, добывается всего лишь в двух странах мира. Одним камнем не обойтись. Сами посчитайте. В команде 4 человека. Каждый имеет право на 2 броска. Это 8. Да еще столько же в команде противника. Получается, для одной игры нужно 16 камней. Как видите, керлинг – игра тяжелая. И в переносном, и в прямом смыслах. Кроме щеток и камней, особое внимание нужно уделить еще и льду. Специалисты говорят, что толщина льда не должна превышать 5 сантиметров. Иначе могут образовываться микроскопические неровности, которые легко могут изменить траекторию движения камня. Приходите, не стесняйтесь. Особенно очень интересно играть со своими друзьями. Так игра становится намного интереснее. И часы, которые проводите за игрой, прилетают очень даже незаметно. Керлинг – это такой вид спорта, который не требует особенной физической подготовки. И играть в него сможет при каком-то количестве определенных тренировок. Сможет играть каждый. Новый вид спорта. Не так уж он и давно появился. Ну и в принципе, так как сейчас в него играют очень мало людей, большие шансы чего-то добиться. Я вам советую играть в керлинг, потому что это очень здоровская игра. Веселая, забавная и развивающая и интеллект, и физические данные. Керлинг называют шахматами на льду. Здесь очень важно разработать стратегию игры. Нужно ли устремить камень в дом, или все же сначала попытаться выбить камни противника? Как распределить позиции среди игроков, чтобы добиться победы? На эти вопросы приходится отвечать капитану команды – скипу. Да и физическая нагрузка тоже велика. В течение одной игры спортсмены натирают на льду дорожку длиной почти 5 километров. Представьте, что с вами будет, если вы вымоете 5 километров полов. Получится? И еще в керлинге очень ценится особый дух игры. На площадке спортсмены ведут себя вежливо. Здесь никто не стремится одержать победу в нечестной борьбе. Если соперник промахнулся, то никто не радуется этому проигрышу. Да если совершают свои ошибки, друг друга подбадривают. На самом деле, керлинг – это игра для тех, кто хочет научиться взаимопониманию и уважению. А на сегодня я с вами прощаюсь. До новых спортивных встреч, друзья. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»